Ауду биллэхи мина шейтан юрраджим, бисмиллэхи ррахмани ррахим, вабихи наста'ин, вахваххэйру насырин ваму'ин. Вассалату ассаламу аля сейдал анбияю аль мурсалин, ва аля алихи ттайбин аль тахирин аль ма'сумин, ва ла натудда имату аля адаихи маджмайин, илла к явм явмиддин. Ассаламу алейкум архматуллах и баракяту, дорогие братья и сестры. Наступает величайший праздник, величайший исламский праздник, который в преданиях назван величайшим божественным праздником Эйдуллах-Иль-Акбар, то есть это величайший праздник для мусульман, величайший праздник для верующих. Я хотел бы поздравить вас, хотел бы принять участие в этом празднике и поздравить вас с этим величайшим праздником. О величии этого дня говорит сам священный Коран. И этот праздник, это событие, то событие, которое произошло 18-го Зульхиджа во время прощального хаджа его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум алейкум ассалям, его значимость, значимость этого события, когда его светлость открыто, официально, объявил мусульманам своим сподвижникам, своему окружению, объявил о наместничестве, его светлости алибнаби талиб, алейкум ассалям, ман кунт мауля фахада алиюн мауля, кому я являюсь покровителем, тому являюсь покровителем я, алибнаби талиб, алейкум ассалям. В этой же речи, что значит мауля, что значит покровитель, в этой речи самим посланником было разъяснено, его светлость спросил, кто ближе к верующим, чем сами верующие. Сподвижники ответили, Аллах и его посланник. И здесь, его светлость посланника Аллаха, аула, использовал слово аула, бельму милина мин анфуси хим. Аула имеет тот же корень, что мауля, то есть это однокоренные слова, его светлость спросил, кто ближе к верующим, чем они сами. Они сказали, Аллах и его посланник. Что значит ближе? Ближе значит, что их решение, решение Аллаха и его посланника, их приказы, их запреты, важнее для верующего, чем его собственные желания. Это, вот это означает ближе. И именно это значение вложено словом мауля, именно после того, как сподвижники ответили Аллах и его посланник, посланник Аллаха указал на роль Алибн Абиталиба, алейсалату вассалам. Он сказал, мэн кунту мауля, фагада алиюн мауля. Кому я являюсь ближе, чем он сам для себя, тому, для того, Алибн Абиталиба, алейсалату вассалам, являюсь ближе, чем он сам для себя. Что это означает? Здесь нету чего-то двусмысленного. Здесь только больные воображением люди могут что-то придумать, как-то оправдывать, как-то иначе это все толковать, говорить любовь, дружба или что-то еще другое. Сама речь ясна, предельно ясна. Его светлость говорит о том, что тот, кто считает мнение, приказы и запреты посланника Аллаха превыше своих собственных желаний, тот должен считать приказы и запреты Алибн Абиталиба, алейсалату вассалам, превыше своих собственных желаний. Вот об этом идет речь. Это приказ о наместничестве. И это событие настолько величественно, согласно аятам Священного Корана, настолько величественно, что разум человека с трудом представляет себе это. И даже те люди, которые многие годы занимаются религией, изучением Корана, изучением преданий, даже для них представление о величии этого праздника, о величии этого события представляется с трудом. Величие данного события и праздника. И об этом также имеются предания, например, имеют предания от непорочных «Амруна со'бун мустасаб», сказано в предании от имама сады, алейсалату вассалам, если мне не изменяет память. Его светлость говорит о том, что наше дело, наше руководство, руководство Алибинабетали, алейсалату вассалам, и его непречистых и непорочных потомков является крайне сложным делом. Кроме для трех групп. Три группы. Ангелы, все ангелы, нет, приближенные ангелы. Для приближенных к Богу ангелов руководство Алибейт, алейсалату вассалам, непорочного семейства посланник Аллах является делом легким. Для пророков вторая группа. И третья группа для рабов Божих, которые прошли испытания с успехом. То есть, только эти три группы могут легко принять руководство. Для всех остальных их руководство является СООБОН МУСТАС АБ. Именно поэтому нам тяжело представить величие этого праздника, но Священный Коран недвусмысленно дал понять о величии, дал представление о безграничном величии этого праздника и этого события, обратите внимание, в Священном Коране сказано сегодня, именно сегодня, когда это произошло, когда его светлость объявила на мисничество его светлость именно сегодня, не до этого, не в тот год и в тот день, когда Мекка была завоевана, не тогда, а позже, когда его светлость совершал прощальное паломничество и объявил о намисничестве его светлость именно в этот день неверные потеряли надежду на вашу веру. потеряли надежду неверные о каких неверных идет речь на тот момент на Аравийском полуострове не было многобожья это совсем другая категория неверия это совсем другой неверие это не многобожие это нечто другое нечто изощренное это неверие которое окружало в том числе его светлость пророка Мухаммада потому что в священном Коране сказано этот аят был неспослан спустя год после того как его светлость полностью уничтожила многобожие на Аравийском полуострове полностью уничтожил многобожие на Аравийском полуострове и превратил Аравийский полуостров в мусульман через год после этого был неспослан аят О посланник, донеси послание Бога. И если ты этого не сделаешь, то ты не выполнишь свою миссию. Аллах сохранит тебя, Бог сохранит тебя от людей, оградит тебя от людей, от их зла. От каких людей? Когда был неспособственный этот аят, не было никаких многобожников. Весь Аравийский полуостров был мусульманским. Это спустя год после завоевания Мекки. Произошло прощальное паломничество. И эти неверные потеряли надежду в этот день. Они до этого дня. Они не потеряли надежду даже после того, как его светлость завоевал Мекку и превратил весь Аравийский полуостров в мусульман. Даже тогда они не потеряли свою надежду. Они все еще питали надежду на религию, на религию ислам. Они надеялись на ислам неверный. Потому что в аяте сказано «миндийникум» не сказано «вы просто потеряли надежду». Сказано «потеряли», то есть неверные потеряли надежду именно на вашу религию. Надежду на вашу религию. Надежду на то, что эта религия будет в их услужении. Именно сегодня неверные потеряли надежду на вашу религию. То есть до этого они питали надежду на религию. Питали надежду на то, что его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи в алейхи в ассалям, уйдет из жизни. И они возьмут управление в свои руки. Они возьмут религию в свои руки. Они возьмут религию в свое служение. Но в этот день, в Гадирхум, они потеряли надежду на это. И в продолжении аята говорится «Аль-яума акмалту лакум динакум, ва атмамту алейкум нигмати, ва радыту лакум ль-исламадина». Именно сегодня, в Гадирхум, 18 числа Адул-Хиджа, «Именно в этот день я усовершенствовал вашу религию и завершил свою милость над вами и доволен исламом как религией». Можно ли себе представить величие этого праздника, величие этого события, о котором имеются подобные описания в самом священном Коране, которое описывается самим Всевышним? Что такое совершенство? Что такое завершенность? Давайте подумаем над этими словами. Чем отличается совершенство от завершенности? Совершенство – это качественное улучшение. Это улучшение качества чего-либо. А завершение – это действие, после которого та или иная вещь становится пригодной, а до этого она просто непригодна. Например, если вы строите дом и до сих пор не поставили крышу, значит, дом не завершен. А что значит дом не завершен? Это значит, что им пользоваться нельзя. Он непригоден для использования. Он станет пригодным для использования только после того, как он будет завершен. В аяте сказано Сегодня я завершил свою милость над вами. Что это означает? Это означает, что без этого дня, без этого праздника, без этого события, без назначения Али-Ибн-Абит-Талиба, алей-иссалат и ва-салам, наместником посланника Аллаха, саллаху алей-и ва-салям, милости Бога не завершены, а значит, бесполезны. Ими пользоваться бесполезно. Они непригодны для использования без этого компонента. Это не мои слова. Это слова самого Всевышнего в Священном Коране. Потому что араб использует итмам именно в этом значении. Итмам именно в том действии, после которого вещь становится пригодной. Милости Бога непригодны без этого компонента, без руководства Али-Аль-Бейт-Алей-Ибн-Абит-Талиба, саллаху асалам, согласно аяту Священного Корана, без этого руководства религия и остальные милости Бога непригодны для использования. Нету пользы, духовные, нравственные пользы от молитвы, от поста, от паломничества и от всех остальных деяний, если вы не принимаете это руководство, руководство посланника Аллаха и его наместников. Это ясный, недвусмысленный смысл аяту Священного Корана. И наряду с этим сказано Аль-Яуме Акмель-Туля-Кум-Динэ-Кум. Сегодня я усовершенствовал вашу религию. То есть, этот компонент не только делает религию пригодный, но и более того, придает ей качество, абсолютно другое качество. Это как если бы вы поставили бы крышу, но при этом не оборудовали бы дом средствами комфорта и уюта. Именно в этом случае мы говорим я усовершенствовал дом. То есть, придал дому новое качество. Так вот, этот компонент Вилай-Ату Али Ибн Абей Талиб Али Салат Ва Салам его святлости повелителя правоверных, руководство его святлости повелителя правоверных является компонентом не только завершающим религию, но и совершенствующим религию. Помимо этого Рады Туля-Кум-Динэ-Кум-Динэ тем компонентом, которое служит причиной довольства Бога этой религии. Нет у этого компонента нет удовольствия Бога религии ислам. Нетわела Вилай Талиб Абит Али Али Аби Салат Ва Салам нет удовольствия религии ислам. Бог недоволен этой религии. Бог недоволен тем исламом, который вы исповедуете, но в котором нет этого компонента. Нету компонента руководства Аль Бейт али али бай нету места на местником посланник Аллаха о али это не тот ислам которым доволен бог бог доволен именно тем исламом в котором есть руководство божьих наместников наместников бога на земле халифат улла есть подчинение этим наместником поэтому конечно же многие из вас удивляются протестуют не понимают как это событие могло сыграть в жизни верующих в жизни религии в жизни всего мироздания могло сыграть такую великую невообразимую роль но это так это факт это слова правдивейшего единого бога поэтому я поздравляю вас поздравляю всех с этим величайшим исламским праздником дай бог чтобы все мы могли воспользоваться руководством и подчиниться руководству альбейт алейми салату вассалам придать себя этому руководству которая вне всякого сомнения является руководством самого аллаха на youtube майюту майюта иррасуль факат ата аллах тот кто подчиняется посланнику тот непременно подчиняется самому аллаху подчинение наместником бога есть подчинение самому аллаху и подчинение аллаху происходит именно через это подчинение через подчинение его наместников и в этот день можно пожелать чтобы всевышний даровал нам смиренность даровал нам принятие даровал нам чистоту которая послужит причиной принятия руководства потому что как мы говорили ранее это руководство является тяжелым делом кроме как для трех групп для приближенных ангелов для пророков и для рабов для людей и джинов которые прошли испытания и после испытаний были очищены и очистившись смогли легко принять это руководство так вот дай бог я молю бога чтобы мы были числа этих испытанных и очищенных людей дай бог чтобы он дал нам силы пройти эти испытания сделал нас из этих испытанных и дал силы пройти эти испытания и конечно же нуждаюсь ваших молитвах не обязательно не забывайте искренне прошу вас делать дуа за своего брата за своего нуждающегося в этих молитвах брата мы последнее время к сожалению были заняты определенными бытовыми проблемами и не получалось заняться сайтами и другими вопросами но постепенно эти проблемы по милости бога были решены и с позволения бога мы с еще большим усердием с позволения бога продолжим работу над сайтом и эту самую работу которую мы вели на протяжении последних лет из позволения бога мы эту работу не оставим никогда не оставим и в той или иной мере в той или иной степени будем ее продолжать и напоследок что касается дискуссии с доктором об ушейбом дискуссия на удивление получилось очень плодотворная конечно некоторые братья возмущаются говорят ну что это за дискуссия больше похоже на избиение младенца но это как раз один из результатов один из плодов этой дискуссии что многие люди не только теперь на словах не только имеют отдаленное представление о слабости этого учения того учения которое противостоит учению альбейта алейхмы салат вас вам теперь вы не просто представляете вы своими собственными глазами увидели всю беспомощность всю униженность этого учения это великая милость это тоже большое достижение величайшее достижение которым мы могли бы стремиться через подобная часть подобные дискуссии помимо того что мы продемонстрировали полную беспомощность в аргументации полную беспомощность в мышлении в построении своей теории в построении своего учения полной беспомощность в аргументации и апеллировании к Корану и Сунне. Помимо этого, мы продемонстрировали, Всевышний продемонстрировал через эту дискуссию всю лживость, наглость, бесцитство этих людей. Нарушают регламент, мало того, что они не признают свою вину, мало того, что мы идем им на уступки, так они еще обвиняют других в нарушении. Человек на протяжении всей дискуссии говорил об отдаленных вещах, а когда я ему задаю вопрос, уточняющий, касающийся тех тем, которых он сам касался, он говорит, что это нарушение правил, потому что вы уходите от темы. Человек говорит о том, что в священном Коране Ахляль-Бейтом названы только жены пророка, только жены пророка. Мы открываем Коран, видим, что в священном Коране сказано, «От вас, от мужчин очистили ли мы нечисть? От мужчин, местоимение мужского рода». Мы видим, что здесь мужского рода, и нам интересно, мы хотим задать уточняющий вопрос, нам интересно, хотим задать уточняющий вопрос, что это за мужчины? Почему использовано местоимение мужского рода, если в этом аяте говорится только о женах пророка? Мы задаемся уточняющим вопросом, почему? Потому что вы в своей речи сказали, что в этом аяте имеются в виду только и только жены пророка, которые являются женщинами. Почему в аяте использовано местоимение мужского рода? Мы задаемся уточняющим вопросом. А человек говорит нагло, бесцидно говорит, что мы уходим от темы и таким образом нарушаем правила. А раз мы нарушили правила, значит и он имеет право нарушать правила. Откуда вы это взяли? С чего это вы взяли? Где в регламенте, в правилах сказано, что если сторона нарушает правила, то и другая сторона имеет таким образом правила нарушать. В регламенте сказано, что если одна сторона нарушает, то другая сторона имеет право только и делать замечания. Не более того, не имеет права нарушать. Вы в любом случае поступили вероломно. И это вероломство является величайшим доказательством ложности вашего учения. Большим, огромным таблом, на котором написана ваша слабость и беспомощность, ваша лживость. Все это является результатом дискуссии. Это является большим результатом дискуссии. Поэтому, несмотря на утверждения некоторых братьев, возражения некоторых братьев, я еще раз повторяю, я очень часто, по-моему, это повторяю, мы не выбираем себе оппонентов, не выбираем себе, с кем дискутировать. Дело в том, что у них не так много духа, у них не так много смелости. Они трусливы, они прекрасно понимают свою слабость. И чем больше они знают, тем больше у них страха перед нами, перед нашими доводами и аргументами. И поэтому только очень редкие из них соглашаются на дискуссии. Даже наш оппонент, он всячески пытался избежать этой дискуссии. Он убегал всячески и до сих пор убегает от этой дискуссии. Но почему он согласился? Потому что было давление со стороны его окружения. Поэтому мы не выбираем, мы приглашаем всех. Пускай любой из них, самый знающий из них придет, и мы с ними будем дискутировать. Мы не выбираем. У нас нет такого выбора. Это как богатырь, герой, который выходит на поле битвы и не находит себе соперника. И вы ему возражаете, что почему соглашаются на сражение с ним только слабые и отчасти умалишенные люди, которые не понимают всей опасности этого сражения. Ну и естественно исход соответствующий. И кто-то возражает, почему ты выбираешь себе слабых. Мы не выбираем себе вообще оппонентов. Мы предлагаем и приглашаем всех, кто согласится, с тем и дискутируем. По поводу данной дискуссии, в общем-то, я думаю, многие из вас уже знают. Дискуссия закончилась, насколько мы понимаем. Но мы до сих пор предлагаем Абушуэйбу, он всячески пытается увильнуть от дискуссии. Мы будем предлагать. Возможно, еще долгое время будем предлагать. Но насколько я понимаю, дискуссия закончилась, потому что зашла в тупик. Но закончилась она триумфально, на мой взгляд. Мне будет интересно почитать ваше мнение в комментариях. Напишите, что вы думаете по поводу дискуссии. В любом случае, мы эту работу продолжим. И работу над сайтом усиленно продолжим. Очень часто сталкиваемся с определенными жизненными проблемами. С вами понимаете, семья, работа, заработок, бытовые проблемы и так далее и тому подобное. К сожалению, отрывают от этой деятельности. И приходится какие-то перерывы делать. Приходится отходить от этого всего, от этой работы. И заниматься другими своими бытовыми жизненными проблемами. Но делайте дуа, чтобы больше было свободного времени, больше было сил заниматься этой работой. Так как результаты у этой работы большие. Очень полезная работа, нужная работа в русскоязычной среде. Делайте дуа за своего брата. Еще раз поздравляю с этим величайшим праздником, величайшим божественным праздником. Желаю вам всего хорошего. Всех самых возвышенных нравственных качеств. Всего самого лучшего, как в этом мире, так и в мире будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok